Привет всем, кто подключился, и сегодня мы будем играть в Faster Than Light. У меня есть два корабля, и я думаю, мы с самого первого стартового на нормальной сложности, на сложной я точно не вывезу. Начинаем. Данные разведки, которые вы несёте, жизненно необходимы для оставшегося флота федерации. Вам потребуются припасы для полётов, поэтому удостоверьте, что исследователи каждый сектор, прежде чем отправиться дальше. Добраться до выхода, желательно раньше, чем это сделает флот повстанцев. Ну и тут совет, который нам в принципе не нужен. Итак, что у нас есть? У нас есть три человека. Мы сразу же зарядим пушки, чтобы они... Почему я не могу... Ааа... И вот сразу же косяк, а почему я не могу лететь? Ну, в общем-то, вначале нам делать нечего, у нас нету ни денег, ни чего, в магазине нам тоже делать нечего. Я бы слетал, но здесь дорога в один конец, мы только много времени потеряем, поэтому полетим вниз. Капитан корабля заявляет, что может оказать вам помощь за некоторое количество лома. Но будем зарабатывать лом и вступим в бой. Я думаю, я по старой своей тактике не буду атаковать... Не буду тратить ракеты, буду атаковать только лазером. Ну, у него одна пушка отключена, нас щит будет держать. Так, автоатаку поставим. И по идее мы сейчас не получим ни единого урона и спокойненько выиграем. Вот, кстати, этой игре очень сильно не хватает ускорения. Пауза есть, замедления нету, ускорения нету. В общем, мы победили, корабль взрывается, оставляя после себя некоторое количество полезного лома. Летим дальше. В эти смутные дни галактика просто кишит наемниками. Они хорошо понимают, что их не совсем легальные услуги пользуются высоким спросом во время всеобщего неспокойствия. Один из них встречает у вас... Встречает вас у маяка. А, кажется, я понял. Вот, нанять наемников для разведки сектора? Мне откроются все события на глобальной карте. А вот нанять наемников, чтобы задержать повстанцев? Давайте попробуем. Корабль наемников настраивает сигнатуру своих двигателей так, чтобы она точно копировала вашу. И прыгает в противоположном от вас направлении. Это должно сбить повстанцев со следа. Это те повстанцы, которые летят сейчас за мной. Все, тогда я понял. Тогда вопросов больше нет. Мы потратили в никуда... Ну, в принципе, да, в никуда. И сейчас полетим дальше. Полетим в туманность. В туманности, насколько я знаю, медленнее повстанцы меня нагоняют. Я выигрываю время и успеваю облететь большее количество звезд. Короче, это выгодно. Вы замечаете истребитель мантисов, затаившийся среди обломков кружающихся космических материалов. Он охотится на вас. Вы пытаетесь подготовиться к прыжку и идете в атаку. Он будет ко мне телепортировать людей. Возможно, я бы стрельнул, чтобы не пришли еще какие-то захватчики, кроме тех, которые уже высадились. С другой стороны, одно... Ну, я думаю... Нет, я все-таки слишком экономный. Прямо чересчур экономный, поэтому... Нет. Отлично, еще он и промазал. И мы ему вырубили пушки. Они в медотеке. Это отличная новость, что они в медотеке. Потому что я буду в медотеке их бить и одновременно лечить. Ага, его назад отправили. Ну и все, он погибает как бы. Вроде как у нас было больше жизней, но чуть-чуть потеряли не страшно. Я вот как-то не уследил за этим. Корабль взрывается, оставляя после себя некоторое количество полезного лома. Я думаю, сначала починим двери наши. И потом отведем всех в наши дефолтные места. Вот этого еще мне нужно подлечить. Так, у нас тут не хватает энергии очень сильно. Захватчики на борту. Вы обнаружили неподалеку два дрейфующих поврежденных корабля. Вы начинаете собирать обломки. Как вдруг внезапно раздается звук проникновения на ваш корабль. Вслед за чем... Вслед за чем... Раздаются крики абордажной команды. Они здесь. Надо сразу же принимать их как раз таки в медотеке. Это самое выгодное. Заодно разведку... Оооо, как все печально. Ладно, пускай он рушит двери. А мы сразимся 3 на 3. Ага, все-таки жизни отнимаются. Из-за того, что они рушат корабль. То есть в прошлый раз по нам не попали. У нас отнялась прочность корпуса. Как раз таки из сломанных дверей. Так, отводим всех обратно на дефолтные места. Только сначала можно починить вот эту штуку. Хотя, если честно, вот она не особо нужна. Потому что непрокаченная она ничего не делает. Или я не понял, что она делает. Приходится каждый раз чинить каждый модуль, лечить всех колонистов и только потом отправляться в путь. Как только вы прибыли к месту назначения, вас вызывает гражданское судно. Спасибо, что откликнулись на наш вызов. Наша FTL-навигация выведена из строя. И мы не можем продолжить путь к ближайшей станции для починки. Не могли бы вы сопроводить нас туда? Девять металлолома. Вот. Девять металлолома на халявку. И еще мы сколько-то получим. Плюс мы откроем магазин, когда прибудем на место. Мне нужно вот сюда. Угу. То есть, я в безвыходном положении. И вынужден отправиться на клеточку назад потерять ход. Но я об этом не жалею. Вы натыкаетесь на передового разведчика флота повстанцев. Они заряжают свой FTL-двигатель. Если они ускользнут, они, вне всякого сомнения, оповестят флота в вашем местоположении. Заряжаем все. Вырубаем медотек. Вырубаем еще больше у ворот за счет двигателей. Ну и по дефолту целимся лазерами в орудие. И все. Теперь мы больше не пропустим урона. Стабильная и экономная тактика. Боже мой. Он же заряжал FTL-двигатель. Я расстроен. Разведчик улетел. Он, безусловно, поинтересовал, проинформировал флоту о вашем местоположении. Вы должны добраться до следующего сектора как можно быстрее. Это понятно. У-у-у-у, как он сильно продвинулся. Ну что ж, летим на место бедствия. Сигнал бедствия исходит от небольшой космической станции, которая находится на орбите необитаемой планеты. Их спутниковая система защиты слетела с катушек и не подпускает к себе ремонтную бригаду. Они ищут кого-то, кто сможет отремонтировать или отключить ее. Давайте попробуем пообещать помочь. Открываем огонь. Да, и у нас все получилось. Датчики фиксирует автоматический разведчик повстанцев, атакующий мелкую заправочную станцию. Конечно же, мы вмешиваемся и защищаем аванпост. А почему? А потому что это самый легкий противник. Корабль развалился, мы получаем награду и еще сверху получаем награду за защиту заправки. И прыгаем на задание. Надеюсь, в самом начале, мы где-то, в самом начале следующей карты, мы где-то встретим магазин все-таки. Вы узнаете корабль известного работорговца. Он приветствует вас и предлагает вам приобрести дешевых работников. Ладно, все-таки у нас пока что нет выбора. И мы его вербуем. Следующий сектор. Итак, мы можем прыгнуть в гражданский сектор или в сектор золтанцев. Ну, конечно же, в сектор золтанцев. Короче, мы на новой территории. Тут у нас сверху много туманности. Это круто. Мы выиграем время, посетим большее количество планет, заработаем больше всего-всего. И он потерял свою возможность уворачиваться. Да, и мы немножечко получили больше металлолома. Металлолом мне сейчас более важен, более нужен. Корабль повстанцев прыгает к маяку и движется в атаку. Врубаем ему двигатели и все. И добиваем. Ой, пожар. Ай-яй-яй. Это плохо. Возвращаем всех на места. И отправляемся в путь. Отлично. Мы нашли магазин. У нас 228. Это магазин золтанцев. И смотрим, что у него есть. Что мы можем... Ничего мы не можем им продать. Мы можем починиться. Я думаю, это нужно сделать сразу же. Я куплю телепортер. А также мы купим крутого воина. Да, я куплю золтанца и куплю вот этого зелененького. Он мне как-то больше нравится. Летим в следующий сектор. И тут у нас родной мир золтанцев. Я думаю, стоит полететь в агрессивную среду. Отлично. И теперь мы полетим в магазин. Просирать деньги на ремонт. Так, просто хочется чекнуть, что у нас тут продается. Сканеры. Механизм сбора дронов. Это очень имбовая штука. Вот ее бы я купил, но... Не буду. Выкупаем все топливо. Чинимся. У нас даже осталось чуть-чуть металлолома. А у нас тут уже более сложные враги. С двумя щитами. О, как все очень-очень печально стало. Неожиданно. Им стрелять нечем, делать нечего. Я не умирал. Вот так. Очередной корабль роков. Вот это, кстати, неприятная зона для моей нынешней тактики. И мы попытаемся захватить корабль полностью. Так, отлично. Щиты мы вырубили. Больше не стреляем. И пытаемся захватить корабль. Убиваем. И выигрываем. И получаем больше ресурсов. И даже получаем раба. 88 лома у нас всего лишь. Но это только третья карта. Так что, в принципе, нормально. У нас уже кончается топливо. Кончаются жизни. Я бы не отказался от магазинчика. Что мы будем делать теперь? Я думаю, по отработанной тактике. Ну и продолжим все так же стрелять по щитам. Добиваем. И захватываем. Фууу. Вот так вот оно бывает, значит. Мне необходимо убрать лишнего. Извини. Но ты все равно нифигашенький непрокаченный. В принципе, я мог бы сейчас что-то улучшить. Общистим корабль. Там кто-то еще и оказался. Да нет, мы не признаем капитуляции. Нам нужно больше лома. Да, все-таки мы не успеваем. То есть, если мы переместимся, там уже будут повстанцы. И вот, значок магазина пропал. Поэтому нам нужно лететь по выходу. Сразу же у нас тут магазин. Жизни нифигашеньки нету. Это новая территория. Враги здесь будут жестче. Поэтому пытаться вокруг магазина летать и зарабатывать еще больше денег я не буду. Обязательно скупаем все топливо. И, в принципе, получается, что мне здесь ничего не нужно. Так, тут у нас все разведано. Полетим. Полетим вот сюда. О, и сразу же нырываемся на метеоритный дождик. О, начался пожар. Отправляем всех чинить его. Так, с этим пожаром мы легко справляемся. И все, и по счетам добиваем. Пока тут мы добиваем. Надо подлечиться, чтобы не терять времени, конечно. О, отлично. Целых 41 металлолома. Корабль правстанцев передает вам. Отморозок из федерации. Да бла-бла-бла. Мы не будем принимать капитуляцию. Он починил щиты. Ну, починил орудия, точнее. Стреляем. Бэм. Е. 32 минута долома и даже столько же, сколько нам предлагали топливо. Теперь нам можно сходить в магазин. Тут очередной парень с двумя щитами. Кстати, он достаточно легко умрет у меня. Проломимся через дверь к нему, домой. Фух. Кстати, очень хорошо. Мы получили какое-то новое оружие. Малая бомба. Вы обнаружили несколько небольших кораблей, спасающихся со станции. Вы приветствуете их и интересуетесь, что случилось. Помните. Помогите. На нас напали какие-то огромные инопланетные пауки. Отвечают они. Я два раза ходил. Их спасал. Оба раза. Один из моих людей умер. Я надеюсь, что это не заскриптованное, а все-таки 50 на 50 событие. Поэтому. Третья попытка. Бог любит троицу. В этот раз мы победили. Ясно. Все-таки это 50-50 событие. Не знаю, влияют ли навыки моих парней на исход этого события. Но я думаю, не влияют. И все-таки это обычный рандом. Мы заработали и пойдем тратить. Я вот в смятении. Я бы взял Рока вместо одного человека. Джонс выгнать. Прощай, Джонс. В открытый космос. Я надеюсь, что это не так. Надеюсь, что... Он... Он как-то безопасно вышел. О, ну вот это вот, кстати, минус Роков в том, что они медленные. На оставшиеся деньги покупаем топливо. И летим дальше. О, вот это уже хорошо. Он по экипажу пытается стрелять, но, видимо, не видит, куда стреляет. Сейчас надо выставить позицию и отправиться дальше. На следующий сектор. Либо в туманность, либо в сектор Инжи. Залетим-ка мы в туманность. Так, ничего у нас тут нету и быть не должно. Полетели по туманности. Захватчики на борту. Вот они сразу же здесь. Ну и в принципе изи. Вы замечаете в туманности перед собой корабль повстанцев. И держитесь вне их радаров. Ах, преследуем. Удвоим на один прыжок. Атакуем пиратов, конечно же. Так, орудия почти что зарядились. Я не знаю, кто у них где. Раз у них есть кислород, значит у них, скорее всего, есть и какой-то экипаж. Но я не хочу все три снаряда опускать в одну кучу. Нет, хочу. Ага, отлично. Бах. И теперь мы сюда перемещаемся. Мне интересно, как они скроются, если... А, они уже никак не скроются. Теперь, когда экипаж убит, я получил огненный луч. И до хренища просто... Лома. Летим дальше. Атакуем пиратов. Вот очень плохо, что он не работает. Сейчас сенсоры. Нету разведки. Я не знаю, сколько у него человек и что у него вообще за люди. Ладно, я думаю, надо отключить сейчас все орудия, переместиться. Переместимся мы в боекомплектную. Так, у него кто-то там идет. Я думаю, что стопудово нам нужно уводить наших парней. Ух ты, и даже в магазин в туманности. Я, если честно, думал, что в туманности не бывает магазинов. Я думаю, нам стоит облететь все вот эти вот три точки и потом только отправиться в магазин. Конечно же, атакуем. Рог будет умирать гораздо медленнее. Его мы отправим... Точно не к щитам. Отправим его к дронам. У-у-у, умирает он, кстати, очень даже бодро. Хух-ух. И я умираю очень бодро. Ну, спасти мы его успеваем. Но вот это прям еле-еле. Отлично, вырубили дронов. Щиты у него постепенно восстанавливаются. И я бы сейчас стрельнул по щитам. Хух. 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 Если бы он успел восстановить щиты, я бы убил его... Смог бы убить его только одним единственным способом. Отправить туда кого-либо, чтобы он лично добил корабль. Сильно мы прям сильно пострадали. И вот сейчас вопрос, стоит ли атаковать этот корабль. Я думаю, попытаюсь... Я попытался остаться незамеченным, но у меня это не получилось. Будем стрелять по щитам по старой памяти. Незамедлительно отправляемся в атаку. У него есть еще парни. Да, я думаю, это конец. Тут можно уже расслабиться, опустить ручки. Нет, я все-таки хочу попробовать затащить их. Я не умею расслабляться. Мы сбегаем с поля боя. Это еще не конец. Я должен еще попытаться затащить. Мне стоит избавиться от малой бомбы. Все-таки Артемиден... Я думаю, покруче будет этой малой бомбы. Чиним корабль полностью. Вообще незамедлительно. О, можно купить лечащий импульс. Требуется энергии всего лишь один. Вот, вот, вот это то, что мне нужно. Из магазина... Я думаю, я сразу же хочу переместиться на следующую карту. Что-то это место мне не слишком нравится. Тяжело поврежденный корабль Федерации прячется в туманности около этого маяка. Прежде чем вы успеваете вступить с ним в контакт, он исчезает в туманности. Конечно же мы телепортируемся. Получаем бойца. Все, отправляемся к выходу. К следующей территории, на которой, я думаю, мы уже точно не вытащим. Сектор Инжи, сектор Роков. Я думаю, сектор Инжи, потому что это дружелюбный сектор. Итак, конечно же помогаем гражданским. Конечно же. Так, они отправились к нам. О, больно. Блин, у меня воздух не вырабатывается. Ааа. Ладно, они сейчас вырубят и мы их уберем. Просто, вот прямо сейчас, в один миг, всралась вся моя тактика. Блин, я даже не знаю, что сказать. Я думаю, это все потому что уже 2 часа ночи у меня. Потому что я сонный. И потому что пора заканчивать. Всем пока.